Попутные машины В автостопе два направления, то есть московское направление и питерское. У питерского направления главное скорость, гнаться, там, так сказать, вот не есть, не спать, то есть там бегом, так сказать, из машины в машину. А московская школа автостопа, этот куда-нибудь заехал в какую-то дыру такую неизвестную, походить там, что-нибудь, ну выбраться, спать, сколько, как говорится, влезет там, ну стемнело, лег спать. С утра расфило, поехал. Соревнования по автостопу нигде, кроме России, больше не проводятся. Их придумал Валерий Шанин. Он впервые поднял руку на шоссе еще в 83-м году, и к сегодняшнему дню его личный рекорд превышает 70 тысяч километров автостопом. В дорогу автостопщик берет спальный мешок и немного денег. Он ночует на природе, а с едой ему помогают местные жители. Голосуют современные бродяги в места, где автомобили сбавляют скорость, например, возле постов ГАИ. А путешествуют в спортивной одежде, причёсанной и тщательно выбритые. Ведь им важно вызвать доверие у водителей. Всех водителей они делят на эгоистов, добряков и колеблющихся. Последнюю категорию обычно пытаются уговорить специально заготовленной фразой. А по городу очень нехорошее выражение один парень придумал, значит, мне очень нравится. Останавливаешь так, водитель спрашивает, вы хотите сделать доброе дело? А потом, значит, подвезите меня до туда. То есть сразу человек еще не успел ответить, он думает, типа, что же, он хорошее дело что-ли не хочет сделать? Он уже, получается, нагруженный, так думает, ну ладно, что же не сделать хорошее дело.